Здравствуйте! Это новости Татарстана в студии Даяна Саитова. Каждый день мы рассказываем вам о ярких событиях в столетней истории ТССР. 10 февраля 1936 года состоялись первые выборы депутатов Верховный Совет СССР. Среди избранных от ТССР и трактористы, и ткачи. И для Союза композиторов Республики сегодня историческая дата. В этот день, 81 год назад, было принято решение о его организации. В 1941 году Татарский государственный оперный театр стал и балетным, потому что в труппе появился танцевальный коллектив. 10 февраля 1999 года вспоминают важные события в политической жизни Республики. В этот день в Госсовете проходит международная научно-практическая конференция. Ее посвятили пятилетию договора о разграничении полномочий между Татарстаном и Россией. А мы возвращаемся к событиям и этого дня. Сегодня в выпуске. Помогать развиваться малому и среднему бизнесу и создавать им необходимую инфраструктуру. Площадки надо создавать, чтобы предприниматели могли туда прийти, получить и поддержку, и инфраструктуру. На какие проблемные моменты в экономике Республики Рустам Иниханов поручил обратить внимание, знает Зарина Ахметова. Опять малыши? Я заметила уже сегодня, а вообще оранжевых автобусов нет у нас. И вот, опаздываю на работу. Как изменилась транспортная обстановка в набережных Челнах после того, как на дороге вернулись микроавтобусы, знает Сергей Хайдаров. Эксперты об экологии. Вопрос просвещения крайне важен. Что предлагают для лучшей сортировки мусора, узнал Дмитрий Аринин. Поезд Казань-Перм отправляется. Вопрос – это мы! Вопрос – это гордость нашей страны! Куда отправились юные патриоты Татарстана, знает Наталья Мезина. Промплощадки и промпарки пустуют. Барьеры в районах до сих пор отпугивают предпринимателей, а проекты с федеральным финансированием не дают должного эффекта. Как итог, рост экономики всего 1%. Как при такой работе достичь 5% развития и чего требует национальный проект? Вопросами сегодня задался президент Рустам Миниханов на коллегии Министерства экономики и обозначил ряд первоочередных задач. Кому придется затянуть пояса – Зарина Ахметова. Большая экономика начинается с маленьких дел. Толстовки с неоновыми надписями, новые игрушки для развития детей, вещи с национальной вышивкой. Сегодня Рустам Миниханов убедился – идеи у предпринимателей много, даже у школьников. 11-летний Артем Савин создал муравьиную ферму. Говорит, это альтернатива хомячкам, собакам и телефонам. У меня есть сестренка. Она часто сидела в телефоне. Я ей однажды дал муравьиную ферму и сказала – на, поухаживай. У нее, во-первых, снизилась гиперактивность, а во-вторых, ее в телефон сейчас вообще не посадишь. Идея есть. Проблемы у бизнесменов возникают при воплощении их в жизнь. Это бюрократия и административное давление, а где-то и отсутствие инфраструктуры. Это несмотря на то, что к столетию ТАССР созданы 100 объектов для предпринимателей – промпарки и промплощадки. Считаем, что количества таких объектов уже достаточно. При этом их средняя наполняемость не превышает 60%. Около 2 миллиардов рублей направили на развитие малого и среднего бизнеса только в рамках национального проекта в 2019-м. Еще более 12 миллиардов привлекли через фонды. Но в некоторых районах число предпринимателей меньше среднереспубликанского показателя в три раза. Так Субаевский, Атминский, Верхнеуслонский, Кабецкий, Черемшанский. Площадки надо создавать, чтобы предприниматели могли туда прийти, получить и поддержку, и инфраструктуру. 350 самозанятых и больше тысячи предпринимателей. Черемшанский район занимает 13 место по социально-экономическим показателям в республике. А вот по заполняемости промплощадки есть проблемы. Всего 30%. Планы развивать малый бизнес во всех его формах и видах. Мы очень много занимаемся развитием строительства мини-микроферм. У нас уже где-то 130 насчитывается. Не дотягивает экономика республики и побима волового регионального продукта. Рост в прошлом году 1%. Прогноз на 20-е 2%. И это при том, что Владимир Путин обозначил не менее 5%. Ну что такое рост 1%? Понятно, мы можем сослаться, что нефтяная промышленность у нас составляет серьезную часть. Я не услышал, как мы будем достигать минимум 5% роста. Бардаком президент назвал ситуацию в инжиниринговых центрах и прототипирование. Тот же КАИ-Лазер. Средства вложены, а отдачи нет. Мы огромные деньги свои уложили, федеральные деньги получили. Сегодня эффективность вообще очень низкая. Насчет поручения правительства разобраться, принять меры. Стыд, позор. Есть и успешные проекты, которые привлекли дополнительные средства. К примеру, строительство логистических центров крупнейших российских ритейлеров. В Татарстане число местных поставщиков за 2 года выросло в 3 раза и объем продаж в 3,5 раза. Онлайн шелковый путь или центр оптовой торговли. Таким видит Татарстан через несколько лет. Кроме того, Рустам Миниханов напомнил про работу с самозанятыми, развитие инноваций, привлечение резидентов на территории ТАСЭР. По словам президента, важно использовать все возможные точки для роста экономики. В 2020 году на реализацию национальных проектов направят почти 25 миллиардов рублей. Огромные средства выделены на развитие инфраструктуры. 50 миллиардов на социальную и инженерную, более 40 миллиардов на транспортную. Зарина Ахметова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Снова пересели на малышей. Жители Челнов сегодня ословно вернулись в 90-е. Здесь вместо автобусов большой вместимости на маршрут вышли газели. Сегодня наступил первый понедельник после того, как МУП «Электротранспорт» вернул КАМАЗ-лизингу 190 больших машин. Ситуацию на остановках и в салонах в утренний час пика ценил Сергей Хайдаров. Я заметила уже сегодня, вообще оранжевых автобусов нет у нас. И вот, опаздываю на работу. На остановках не протолкнуться. В микроавтобусах пассажиры как шпроты. Сами челненцы говорят, уже скучают по большим вместительным автобусам. Безобразие. Я вот еду за Меликес и еле приехала. Конечно, очень без них неудобно. На мой взгляд, они должны быть. Народом на городе много. И большие автобусы тоже необходимы. Уехать на таком микроавтобусе могут не все, говорят пассажиры. Кто-то опаздывает на работу, а кто-то проиграл с проездным. Проездной остался на большей автобусе. Вы и не знали. Я вообще не слышал про это. Не все газели берут с проездными билетами социальными. Ругаются они постоянно. И матом бывает ругаются. Это про водители микроавтобусов. Пересесть на малышей челненцам пришлось из-за спора между МУП «Электротранспорт» и КАМАЗ «Лизинг». Транспортная компания задолжала ему 700 миллионов рублей. В итоге принято решение вернуть компании 190 больших автобусов. Никаких проблем с транспортной доступностью не возникнет. Потому что есть необходимое количество автобусов, водителей. Они подготовлены. Отказываться от идей больших автобусов в нашем городе никто не собирается. Об этом Илья Зуев говорил в пятницу. В понедельник показал другое. Как сообщили в исполкоме, час пик выявил несколько проблемных зон. И сегодня по ним начали работать. Город уже дал поручение муниципальным и частным перевозчикам увеличить количество транспорта большой вместимости. Заказчик проведет конкурс. Конкурс будет проводиться именно на эти же маршруты муниципальные, которые были, с автобусами большой вместимости. Речь не идет, как сейчас все обсуждают, что это место заняли автобусы малой вместимости. Речь будет идти только о автобусах большой вместимости. Ведь без этого не решить проблемы перевозки инвалидов, семей с детьми, а не с колясками, и пенсионеров. Жители надеются, автобусы малыши явление временное. Сергей Хайдаров, Ильшат Аюпов и Рамиль Закиев. ТНВ Набережные Челны. Как стало известно, на сайте change.org появилась петиция с просьбой вернуть Челнам автобусы большей вместимости. Ее адресовали Владимиру Путину. Уже сейчас петицию подписали почти 2500 человек. В Казани полным ходом идет строительство первого этапа Большого Казанского кольца. Это участок дороги от улицы Булатова до Борисовской протяженностью 800 метров. Строить начали еще в июле прошлого года по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас завершены работы по монтажу опалубки, армированию и бетонированию всех пяти подпорных стен. Завершить строительство первого этапа магистральной дороги планируют к концу августа. В СМИ, Телеграм-каналы и различные эксперты выдвигают все новые версии крушения вертолета Аэрата Хайрулина. Появилось мнение в соцсетях, что вертолет попал в снежный заряд, в результате чего пилот потерял ориентацию в пространстве и в панике начал пытаться посадить машину. Данную информацию в Следственном комитете не комментируют. Как нам сообщили сегодня в Привожском следственном управлении на транспорте, они по-прежнему отрабатывают три основные версии произошедшего. Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом является ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные погодные условия. Экология по-прежнему в центре внимания в республике. Важнейшие задачи – сохранение Волги и лесов, а также новая схема обращения с отходами. Об этом сегодня говорили Рустам Миниханов и глава Росприроднадзора Светлана Родионова. Позже они провели расширенную коллегию Росприроднадзора, где кроме специалистов Татарстана работали экологи и органы власти Чувашии, Башкортостана и Мариэл. Об общих проблемах и решениях Рами Шайдулин. В садик идем, одеваем респираторы, потом шарфом. Так больше года назад жители Нижнекамского села Прости были вынуждены спасаться от дыма тлеющей свалки. С тех пор она вошла в федеральный проект «Чистая страна» и сейчас готовится к рекультивации. Это во благо нас. Мы живем вот на этой земле, пьем эту воду, дышим этим воздухом. Никто нам ничего не сделает. Что еще сделают, чтобы спасти природу, обсуждают сегодня. Татарстан станет одним из первых регионов, где будет вестись обновленный экологический мониторинг на предприятиях, открытые для населения. Все датчики, они должны быть прозрачные. Это предприятие открыло-закрыло. И для вас это будет спокойно, когда вся информация будет стекаться в один центр. Коллегию Росприроднадзора проводит лично глава ведомства Светлана Родионова. Звучат цифры, но они не сходятся с прогнозами. Вопросы сразу. Планов множество. И задачи поставлены перед нашей службой. Мы будем выполнять в полном объеме. У вас показатели и в докладе прозвучало для меня и для руководителя региона. Следующая цифра. Что у вас 100% исполнение предписаний. Да. Это так или нет? Да, я так против. Эйфорит, вы немножко это... Ну скажите, что перевод с татарского на русский был неточный. Ближайшие несколько лет в республике пройдут под эгидой восстановления природы, ее флоры и фауны. В рамках национального проекта «Экология» республика сохраняет Волгу и леса. У нас в частности сейчас разрабатывается концепция международными консорциумами по освоению прилегающей к городу территории. И основная идея освоения этой территории это опять-таки уменьшение экологического вреда. Отдельное внимание к тем местам, куда еще пока свозится мусор, к полигонам республики. У девяти из них в прошлом году истекла лицензия. И теперь, чтобы они снова заработали, нужно сначала пригласить экологов. Экологи мы все работали с полной отдачей на то, чтобы у нас поменьше было нарушений, побольше было положительных моментов. В этом году работу продолжат, решая общие проблемы. Кроме татарстанских экологов, над ними работают специалисты всего Волжско-Камского региона. Рамиль Шайдулин, Алмазий Дзинов, ТНВ, Казань. Профессиональный взгляд на мусор сегодня в Казани представили эксперты клуба «Волга». Обсудили, как лучше наладить раздельный сбор. Кто в первую очередь должен этим заниматься? Чиновники, бизнес или сами граждане? К чему в итоге пришли, мнение эксперта выслушал Дмитрий Аринин. У нас есть федералы, которые готовы вкладываться в это. Один за всех и все за одного. Так, с девизом мушкетеров, по мнению экспертов, нужно воплотить в России мусорную реформу. От государства требуется инфраструктура для обращения отходов. За бизнесом услуги по переработке и созданию товаров, что не вредят экологии. А граждане должны сами больше заниматься сортировкой своих отходов. Если можно купить меньше продуктов пластиковой упаковки, надо покупать. Если вы можете взять из дома сетку и сходить за продуктами, лучше не брать пластиковый пакет. Как раз мусоросжигающие заводы, они сжигают пластик. Это то, что нельзя уже просто утилизировать. По данным социологов, большая часть россиян уже готова заняться раздельным сбором мусора. 70% населения, ну 70% респондентов, они выразили готовность разделять мусор. Готовность. Но это еще не значит, что они завтра это сделают. Они могут это сделать через месяц, через два. И, наверное, нам нужно подумать, что нужно сделать, чтобы люди разделяли мусор. А для этого, как отмечают эксперты, нужна широкая информационная и образовательная программа. Очень много мы сталкиваемся с тем, что граждане просто даже не знают. А первое, когда ты чего-то не знаешь, то ты пугаешься. А после того, как ты пугаешься, ты начинаешь быть агрессивным. И тогда вот это вот «мне ничего не надо» возникает история. Такая экологически-образовательная программа уже запущена в школах республики. 19-2020 год, раздоны учебники в 106 школах. Это учебники 1-5 класса. А дальше также по поручению мы продолжаем эту работу. В целом, усилие Татарстана в этом направлении эксперты оценили позитивно. Мы приехали с мероприятия, которое сегодня проводил Росприроднадзор. И я был, честно говоря, удивлен, что президент республики, господин Миниханов, полностью отсидел это заседание. Это говорит о том, что эта тема, она очень важна для руководства республики. Это важно. Главный вывод. Так или иначе, нужно идти по пути переработки мусора. Ведь дорогу осилит идущий. Помочь в этом призван и весь комплекс национальных проектов. Дмитрий Айринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В защите своих трудовых прав все больше нуждаются предпенсионеры. Со своими вопросами они сегодня обратились на горячую линию с уполномоченным по правам человека Татарстана Сырьёй Соборской. Всех волнует вопрос о трудоустройстве. Одних в связи с сокращением на предприятиях, других в связи с недостаточной квалификацией. Для каждого эксперты не только провели юридические консультации, но и лично обратились в центры занятости для помощи. По разным вопросам специалисты приняли за день более 50 звонков. Надо с ним связаться, разобраться, поставить на учёт. Есть мужчина, тоже из Нурлатова звонил, ему 60 лет. Он нетрудоустроен и есть вопросы, как дальше ему быть. Безусловно, мы ему дали разъяснение. Ну и вот я обязательно направлю обращение в центр занятости. Ряд граждан, которые сегодня созвонились, но мы чувствуем, что необходима помощь этим людям. Мы приглашаем их на приём. Как проблема выпаса скота в Болгарии обернулась мордобоем с участием директора музея-заповедника, читайте в интернет-газете «Реальное время». Это новости Татарстана и смотрите далее. Поезд Казань-Перм отправляется... Булборс – это мы! Булборс – это гордость нашей страны! Куда отправились юные патриоты Татарстана, знает Наталья Мезина. Гул моторов, запах резины и адреналин. Как юные ленмагорцы показали класс по картинку, увидела Филюзаха Медулина. Предложение татарстанских застройщиков рассмотрят на федеральном уровне. Им это обещал Рустам Миниханов. Президент республики провёл серию встреч в Доме правительства с главами строительной компании Татарстана. Говорили об увеличении объёма вводимого жилья. Это предусмотрено национальными проектами. Так только Татарстан к 2024 году должен повысить годовой план по жилью до 3 миллионов 600 тысяч квадратных метров. И сделать это предстоит на фоне перехода на проектное финансирование экскроу-счета. Строители озвучили свои инициативы и проблемы, связанные с переходом. Президент отметил, их рассмотрят в рамках рабочей группы Госсовета России по развитию жилья, которую он возглавляет. На встречу был и заместитель министра строительства России Рик Файзулин. Рустам Миниханов сегодня встретился с генконсулом Турции Сметом Эриканом. В Доме правительства они обсудили общие проекты республик в области экономики и культуры. Говорили о привлечении турецких инвесторов на ведущие татарстанские площадки. Сейчас турки активно работают в экономической зоне Алабуга. Также президент поздравил Эсмет Эрикана с юбилеем. Ему сегодня исполнилось 60 лет. Роль молодежи в обществе должна найти отражение в Конституции России, считает Фарид Мухаммедшин. Сегодня он встретился с представителями молодежного парламента и молодежных организаций республики и выслушал их предложения. Фарид Мухаммедшин рассказал о рассматриваемых поправках, которые должны повысить роль местного самоуправления. С ним согласилось аграрное и молодежное движение Татарстана. Качество жизни на селе можно будет повысить, если часть налогов оставить на местах, ответила Диляра Шувалова. Молодые предприниматели попросили Фарида Мухаммедшина прописать в Конституции права человека в интернете. Прозвучало предложение о закреплении статуса молодого специалиста. Также участники встречи говорили о введении в Конституцию пункта «Молодежная политика». Глава парламента подчеркнул, некоторые прозвучавшие предложения могут быть отражены в федеральных и местных законах. Я очень порадовался тому, что молодежь подготовленная, заинтересованная, и много предложений поступило для того, чтобы я донес до рабочей группы в Москве. Уверен, что часть из них переплетаются с тем, что мы уже обсуждали и обсуждаем. Часть новых предложений я попросил, чтобы мне письменно были они оформлены и переданы в ближайшие дни. Равнение на победу. На международный слет патриотов сегодня отправилась сборная Татарстана. 12 учащихся из Казани и Челнов проверят себя в огневой подготовке, военной криминалистике, топографии, марш-броске. Их соперниками станут кадеты из Казахстана, Таджикистана и Китая. Юных патриотов проводила и Наталья Мезина. В рюкзаке у Эмиля только самое необходимое. На международный слет патриотов кадет едет впервые, а сложностью говорит открыто. Это стрельба. Будет очень тяжелое оружие, и когда ты будешь стоять, у тебя будут руки ходить по дуном. Пять дней в лесу в палатке и столько же в пермском кадетском корпусе. На слетравнение на победу собираются лучшие суворовцы, кадеты, учащиеся отрядов из Якутии, Сибири, Крыма, Таджикистана, Казахстана и Китая. Ребята получают возможность пообщаться с ребятами из других регионов, посмотреть, как у них все это происходит. Ну и, соответственно, подчеркнуть для себя какие-то новые интересные знания. Защищать честь сборной Татарстана предстоит 10 юным патриотам из Казани и Челнов. Подготовка – дело непростое. Нужно подготовиться морально. И, конечно же, нужна хорошая физическая подготовка в плавании, хорошая выносливость. Нагрузка одинаковая как для юношей, так и для девушек. Но прекрасную половину это нисколько не пугает. Бывало такое то, что, например, пистолет разбирала девочка без речи мальчика. Борбос – это я! Борбос – это мы! Борбос – это гордость нашей страны! Прошлогодний слет стал победным для Татарстана. Сдавать позиции не собираются. Впереди юных патриотов ждет масштабная огневая подготовка, военная криминалистика, топография и даже марш-бросок 12,5 километров. Какие результаты принесет сборная Татарстана мы узнаем 20 февраля. Наталья Мезина, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань. К другим новостям. Плавили лед картингисты в Лениногорске. Там прошли гонки на кубок республиканской ДОСААФ. На старте спортсмены со всей республики. Это 80 любителей скорости и адреналина. Среди них и совсем юные гонщики. Как правильно вписаться в крутые повороты на зимнем треке? Филиза Хамедулина. На улице минус 20, а на площадке все плюс 30. И подготовка – огонь. Ислам Багизов – гонщик юный. Накартил всего год назад. Мне нравится в картинге то, что там можно гонять, можно получить много адреналина. Первым ледяную трассу испытывают юные гонщики. Уже со старта она превращается в снежную бурю. Занимаюсь картингом пятый год. Ну, дает мастерство в управлении машины. Мне очень нравится заниматься скорость, адреналин. Ну и помогает потом при вождении обычного автомобиля. Трасса промахов не прощает. Опытные гонщики разгоняются до 80 километров в час. Под их капотом 30 лошадок, но под весом пилотов скорость увеличивается. В этом году трасса всего лишь 500 метров, но сделали очень много крутых поворотов. И чтобы в них вписаться, от пилотов требуется мастерство и точность. Смотрите, какие виражи они делают. Трасса скоростная стала. Стала интереснее. И для зрителей, и для самих гонщиков. Такая погода солнечная и морозная. Лед хорошо замерз. И, в принципе, это как раз для картинки это очень хорошо. В Казани у Русу Азнакаево-Нижнекамск на трассе больше 80 участников. Этот заезд знаменателен. Кубок проводится четвертый год. И в этом году мы его посвящаем 100-летию со дня образования Татарской Сыр. Картинг – это образ жизни. А эти соревнования – хороший опыт, признаются участники. И не важно, какое у тебя место на пьедестале. Любовь через музыку. В Казани прошел четырехчасовой музыкальный марафон. Это Биг Лав Шоу, которое покорило крупные города России. О том, как вместе с популярными исполнителями в унисон спели 8 тысяч казанцев. Далее. Казань, извини. Извини, Казань, но мы на Мальдиве. Так звезды нашей эстрады интригуют поклонников. Но казанцев не проведешь. На Биг Лав Шоу они пришли заранее и уже настроены на волну любимой музыки Лав Радио. Хорошая. Хорошая, отличная. Отличная. Второй год мы приходим на Биг Лав Шоу и нам очень нравится. Мы прям вообще вау, в восторге. Выбрались немножко отсюда. Именно увидеть всех звезд. И шоу начинается. Состав звездный. Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Тимоти, Натан, Ханна, Зиверт. Подарить свои хиты в Казань кто-то приехал впервые, а у кого-то уже давно есть любимые места в городе. Полга это самое магическое место и набережная в Казани безумно красивая, очень музыкальная. Все казанские меломаны смотрят и прорывы по дороге в России. И сегодня этим я тут привожу свои самые любимые песни, потому что он в одном ритме поет 8-9 человек. Четыре часа потока самой популярной музыки. Слова хитов Лав Радио в Казани знает каждый. Невероятный праздник музыки в преддверии 14 февраля в Казани прогремел второй раз. Биг Лав Шоу 2020 уже покорило Москву, Питер и Екатеринбург. Своих слушателей Лав Радио радует целых 20 лет. Наталья Мезина, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Канавта на Минской в феврале дарит всем покупателям автомобилей «Лада» комплект зимней резины и другие приятные подарки. Обменяйте свой автомобиль на новую «Лада» с выгодой до 124 900 рублей. Канавта 512 12 12. Только с 1 февраля по 31 марта акции для пенсионеров. Цена за путевку всего 1490 рублей в сутки с лечением в санатории Ливаде и Казань. В автоцентре «Марка» финальная распродажа автомобилей «Ниссан». Выгода до 350 000 рублей. Зимняя резина и 100 000 на сервис в подарок. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Вы еще не слышали? Ипотека от 1%. Квартиры «Акбарс Девелопмент». Звони сейчас. Телефон в Казани 295 77 77. Стань первым обладателем обновленного «Датсун». Только в феврале по старым ценам. Подробнее в автоцентре «Марка» по телефону 4 пятерки 3 семерки и на Чуйкова 54Б. Спешите видеть в Казанском цирке с 31 января и только до 1 марта. Тигры, львы и якутский цирк. Лада Веста с автоматической трансмиссией. За 440 рублей в день. Галамарт шокирует ценами. С 12 по 13 февраля ящик для инструментов всего 189 рублей. Ждем вас за подарками в Галамарт. В бережных аптеках, аптеках «Экона» и аптеках от «Склада» снижение цен. Например, «Мирамистин» – 315 рублей, «Тауфон» – 89 рублей, «Панангин» – 119 рублей. Снижение цен в бережных аптеках, аптеках «Экона» и аптеках от «Склада». Покупай прямо сейчас. Чувство радости способно лечить и продлевать годы жизни. А в аптеках «Формленд» всегда есть повод для радости. Скидки, скидки до 50%. «Формленд» – аптека доброго здоровья. 28 февраля Козанның Ленин-Исимындаги мандарьет сурайында «Былғар радиосы» концерты. Сезе оратқан жерлар «Татар-эстрадысының популяр артистлары» бір сахнеда. ДИНАМИЧЕСЁЛЕКТА Здравствуйте! В студии София Егорова. Время прогноза погоды на ТНВ. Во вторник прогнозируется комфортная слабо-морозная погода. Подробнее через несколько секунд. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%. Звоните в «Данилмастер» 2-167-166. Или приходите в «Казань» в «Останье-23». По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Бугульме, Баблахе-Ознакаево ожидается облачный день без существенных осадков – минус 5-7 градусов. В набережных Челнах, Нижнекамске и Елабыге небо очистится от облаков. Вероятность осадков будет минимальна – минус 4. В Агризе, Менделеевске и Октаныши малооблачно. Снег не ожидается. Довольно тепло – минус 4-5 градусов. В Арске, Кукмаре и Балтаси также малооблачно и без осадков – минус 5. В Волгаре, Дрожженом, Буинске облачная погода с прояснениями – до минус 5. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыши осадки маловероятны – минус 4-5 градусов. В федеральной сети медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Боль в спине и суставах доктор Ост лечит так, как не умеют нигде. На помощь приходят умные машины, способные заменить протез и скальпель хирурга. Чтобы забыть о боли, часто достаточно одного сеанса. Поспешите в «Доктор Ост». Клиника «Фарм-Т». Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате «Термекс». Без боли, без операции. 292-66-77. Спонсор прогноза погоды – клиника «Фарм-Т». Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам. Без боли и операции на израильском аппарате «Термекс». Телефон в Казани – 292-66-77. В предстоящие сутки в столице Татарстана будет малооблачно. Вероятность осадков небольшая. В дневные часы около минус 4. Ветер южного направления – от умеренного до сильного. Атмосферное давление в пределах нормы. 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 76%. В магнитном поле Земли без значительных колебаний. На дорогах местами гололедится. Будьте осторожны. На этом наш выпуск завершен. До свидания.